МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Мы снова на КПП. Сегодня, как обычно, несколько тем. Поговорим о том, что интересного, смешного или грустного окружало нас в мире, в Украине, в Одессе. Якутский шаман из Российской Федерации по фамилии Габышев опять пошел походом на Москву совершить магический обряд изгнания Путина. Это уже второй поход на Москву. За первый поход он был наказан в административном порядке. А вот в этот раз его задержали и отправили в психиатрическую больницу. То есть опять не удалось изгнать Путина. Беларусь. В июне 2020 года вступает в силу соглашение между Беларусью и Евросоюзом об упрощении визового режима для белорусов в европейские страны. Я полагаю, что скоро белорусы без проблем смогут поехать в Европу, думаю, на заработки, что, конечно же, уменьшает возможности украинских заработчан. Конечно же, основная мировая тема – это коронавирус. Все продолжается. Вот в Соединенных Штатах Америки, например, там 27 миллионов американцев могут потерять медицинскую страховку в связи с эпидемией, так как не имеют работы. Это очень серьезная для американцев проблема. Хорватия уже открыла границу для туристов, но с условием, что у туристов будет заранее забронированное жилье. Германия вернула в школы старшеклассников. Чехия пускает иностранных рабочих в свою страну. Италия работают и общественный транспорт, и работают заводы. Словения сегодня вообще вышла из карантина. А вот как-то у нас, мне кажется, начинается какой-то мор. Среди медиков. И вот почему. Комитет Верховной Рады одобрил закон о страховании медиков. Повышение социальной защиты. И в этом законопроекте предусматривают, что выплаты медикам, которые заболели коронавирусом, приравниваются к выплатам участников боевых действий. В случае установления группы инвалидности для медработника вследствие заражения COVID-19, врач получит 600 тысяч гривен. А в случае, не дай бог, как говорится, летального исхода в связи с коронавирусом, семья врача, медработника, получит полтора миллиона гривен. Узнав об этом, сразу стали болеть коронавирусом все медики. В России, во Львове, в Харькове. 56 сразу заболело. Потому что, вы же понимаете, в случае болезни, конечно же, они должны получить выплату, как участники боевых действий. Не получилось бы, как в Италии, потому что там за умерших от коронавируса деньги платили семье. Поэтому за 20% все умершие почему-то умерли от коронавируса. Поэтому Италия так вверх пошла по количеству умерших. Ну, а потом выяснили, что это делалось для того, чтобы получить в основном деньги. Очень плохая идея. Боюсь, что карантин будет продлеваться. И все дальше, дальше, дальше. Медиков много. Я не шучу. Я понимаю, чем это все кончится. Это кончится тем, что появится огромное количество вдруг заболевших медиков, которые будут ставить друг другу один диагноз. Ну, вы поняли, какой. Не можем без скандала. Очередной скандал национальная полиция Украины. Почему-то департамент стратегических расследований. Я думал, исследований. Это, мне кажется, расследования. Ну, понятно. Еврейская религиозная община. Город Коломия получила письмо от управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области. И письмо в следующее содержание. На основании законно полиции статья 23, пункт 1, 2, 3, тогда и тому подобное. Предоставить нам следующие документы. Это евреям Коломии предлагается. Чтобы они в полицию отправили копию статуту организации. Список членов еврейской этой организации. В списке указать анкетные данные, мобильные телефоны, адреса проживания. Список студентов еврейской национальности, естественно, которые учатся в высших учебных заведениях Ивано-Франковской области. И входят в вашу организацию. В списке указать какой университет и факультет, где учатся эти люди. Их анкетные данные, мобильный телефон и место проживания. Послушайте. Они ссылаются на статью 23, пункт 1, 2 и 3. Пункт 1 говорит о том, что полиция все это делает для профилактической деятельности, для предотвращения преступлений. Пункт 2. С целью выявления причин, которые способствуют совершению уголовных преступлений. И пункт 3. С целью выявления уголовных преступлений. То есть, вот они всяко обложили эту еврейскую организацию. вы нам списки, фамилии, где адреса, телевизор. Может, вам еще ключ от квартиры, где деньги лежат, дать? Полицейские. Я знаю, что уже требовались такие списки в свое время. Это было в 1941 году. ОУН собирало списки евреев для того, чтобы никого не пропустить во время еврейского погрома. И в 1941-м это же происходило в Киеве. Полицаи собирали для того, чтобы тоже никого не пропустить во время расстрелов еврейского населения в Бабьямьеру. На месте председателя вот этой организации, куда пришла эта бумага, я бы этим полицейским ответил так, как вообще рекомендует и делает наш президент. Идите у сраку. Борец из Щепетовки. Это вообще один из серьезнейших центров спортивных и культурных и вообще мировых. Он вызвал чемпиона мира Александра Усика на бой без правил. Понимаете? За ним сразу подключился какой-то Мирослав Гай. По-моему, журналист. И тот же участник отоп Андрей Грачев. Грачев. Они все вызывают Усика на бой. Крайне пуганных патриотов. Вызывают, потому что что-то он там сказал не то по поводу Крыма. А они сильно переживают за Крым. Вы, ребята, не Усика на бой вызываете, а отряд. Отряд. Собирайте отряд. Там есть аджимашкайские катакомбы. Вот туда и бороться конечно с захватчиками. Там, в Крыму. А то вы тут сидите дома самогон пьете и все на бой всех вызываете. Причины, по которым они вызывают Усика мне не совсем ясны, хотя у меня есть предположение. А предположение что они хотят пенсию получить по инвалидности. Причем первой группы. потому что Усик это выдающийся спортсмен. Я считаю, что это человек, который приносит огромную пользу Украине. Что он защищает флаг Украины. Он выходит с ним. На мой взгляд, это прекрасный человек. Ребята, если вы волнуетесь по поводу Крыма, собрали отряд, там есть еще в Киеве несколько человек, которые тоже очень волнуются за татарское население, за крымско-татарское население, которые уже получили российские паспорта, между прочим. Как только все началось в Крыму, как только Российская Федерация аннексировала Крым, это действительно вторжение, то там очень быстро 400 сотрудников украинского СБУ из 600 находящихся там перебежали мгновенно на сторону противника. Несколько тысяч военнослужащих украинских туда же перебежали на сторону противника. Ну, а об остальных патриотов, которые побежали паспорта получать российские, я даже и говорить не хочу. Поэтому вот эти Щепетовские и прочие киевские вот эти Гайи и Грачевы, чтобы вы понимали, что они из себя представляют. Не дай Бог бы Усик принял бы их предложение, мы бы потеряли троих патриотов. Суд заочно арестовал Януковича по делу Майдана. Мне вообще нравится. Вот вы заочно арестовали, да, все. Где он? Как его вытащить? Как осудить реально? Это никого не интересует. Мы главное, мы заочно его. Ну и дальше что заочно, а? А как насчет Порошенко? А я ведь помню, я ведь помню дебаты, когда нынешний президент, еще тогда кандидат, Владимир Зеленский сказал Порошенко «Я ваш приговор». Я так понимаю, условный что ли приговор он имел ввиду. Уж коль вспомнили Зеленского, хочу сказать вот о чем. 10 мая, Всемирный день матери. На Украине праздновался с 1999 года. В более чем 50 странах мира отмечается этот день матери. И мне понравилось поступок президента Зеленского, который поздравил с этим днем свою маму Риму Владимировну и разместил в интернете свое детское фото с ней. Это как-то так очень по-человечески. Я думаю, что это был замечательный подарок для его мамы. А еще я думаю, что и я могу в связи с международным праздником рассказать о своей маме. А вы вспомните своих. Я был единственным ребенком в семье и рос в абсолютной любви. Меня не то, что никто по попке не шлепал в детстве. Меня даже голос не повышали. Ну, бывало, мама как-то начинала меня воспитывать, то в этот момент бабушка проходящая, ее мама, говорила ей тихо-тихо, а у меня очень хорош слух, и я это слышу, проходя, говорила моей маме не трогать. Все, что в нас есть, это же ведь все из детства. Моя мама учила меня быть человеком. Я начал читать с трех лет самостоятельно, бегала, быстро. Я перечитал все сказки. Я очень любил сказки. Причем сказки народов мира. Русские, украинские, китайские, узбекские. Почему-то любил молдавские. Это были сказки, которые писал Ион Крянге. Там был богатырь. Фетт Фромос. Как-то так запомнился мне это. Потом пошли книги Мэйн Рид, Джек Лондон. Мама покупала книги, доставала, чтоб я читал, читал, читал. Потом Фантастик, Артур Кларк, Рэй Брэдбери, Иван Ефремов, Александр Беляев. Ну, вот в меня вкладывали. И я помню потрясающую десятитомную детскую энциклопедию. Я ее читал, перечитывал. Это было здорово. Но я, правда, не очень любил учиться в школе. Я до третьего класса был отличником, а потом мне это уже надоело, потому что нам учебники выдавали на каникулы, перед летними каникулами. Я зарядо прочитал вот эти учебники, я был гуманитарий. Мне не интересовала математика, арифметика, химия, физика. Я читал литературу, история, география, биология и прочее. Так что я уже шел в школу на следующий год. Помня то, что я прочитал, я вообще не очень стремился быть отличником. А моей маме говорили, ну, послушай, ну, ты посмотри, он же школу не очень любит. Уроки почти не делает, даже и казенит. На что моя мама отвечала? С ним все будет отлично. Я свой товар знаю. А если хотите со мной поссориться, навсегда, еще одно плохое слово о моем сыне. Она учила меня, учила жизни, учила всему. Мне было 13 лет, когда она мне говорила, сынок, теперь ты должен понимать, ты будущий мужчина, ты всегда должен быть аккуратен. У мужчины очень важно очень аккуратная стрижка, чистые ногти и начищенные обуви. Глаженные брючки, рубашку надел, и ты уже одет. Это так, о внешнем виде. Она учила меня отношениям с людьми, рассказывала. и должен сказать, что своим мировоззрением и развитием в большей мире я обязан моей маме. Вот моя мама Ханна Штеймон. Ее давно уже нет на этом свете. Но пока я жив, пока я дышу, она рядом со мной, она в моем сердце. Итак, наш некогда европейский город, город-герой Одесса. А нынче что-то с таким же названием. все, что происходит в Одессе, еще по-прежнему как-то не просто скучно, а весело, замечательно. Не простые происшествия, а легкие, веселые. Вот, например, 51-я колония. Там проверку осуществили. До этого там был бунт, там успокоилось, все. осуществили проверку и выяснили, что 250 метров помещения в этой колонии сдается в аренду. Понимаете? Я не знаю, что там было в этой аренде, я не знаю, какие организации брали в аренду эти 250 метров в тюрьме, по сути. могу предположить, может быть, там была студия Тату для выполнения наколок заключенным. Может быть, бар под названием Укума, не знаю, но само по себе смешно. Аренда в тюрьме замечательна. Одесса, что вы хотите. И на нашей одесской таможне тоже весело. СБУ задержало одного из руководящих сотрудников таможни. Они схему там придумали, схему вымогательства. Вымогали от 200 долларов до 4 тысяч за быструю растаможку. Слушайте, почему я не удивлен, что задержали сотрудника таможни одесской. Начальник выступил в таможне, сразу начальник Михаил Грибанов сказал, ну, вы же понимаете, у нас же, как-то, если кого-то арестуют, то это ж политика. Нет, мы ничего не украли, это просто на нас наговаривают. И Грибанов сказал, что это политический заказ, и он тут ни при чем. Ну, и, конечно же, скандал с одесским губернатором. Очень куцый губернатор. К нему пришла журналистка, он пригласил ее в кабинет, она задавала вопрос, вдруг она задала неудобный вопрос, что тут с ним с ним стало. губернатор, завданя, что мне повинет, что вы повинет дать день поведет. Вы же сказали, что поговорит. Да, я готов поговорить. Алена, позовите, пожалуйста, национальную парку. Вы снимать перестаньте, на вопрос отвечать не буду, это провокация. А вопрос простой, там вы скорые помощи купили за много миллионов, а что они у вас стоят, неукомплектованные, давайте же. Все, это провокация, все. И он даже вызвал нацгвардию в кабинет, чтобы вывели эту журналистку. Авиацию воздух не поднимали, а губернатор. Очень куцый губернатор у нас. Ну, вообще-то можно было бы его привлечь и по 171-й. Если бы это случилось в Европе, то этот человек был бы изгнан из политики уже навсегда. Но у нас еще не Европа, у нас только европейская страна, поэтому он поехал в Киев, его там пожурили, он приехал и сказал, что я извиняюсь, но я прав. Знаете анекдот старый с таким извинением? в местечке вызывают одного еврея карабину, а он ему говорит, послушай, Муня, ну, вот у нас Роза, не замужем, молодая девушка, а ты всем говоришь, что она гулящая. Это неправильно, репутацию ей портишь. давай так, ты должен выйти, я соберу народ и сказать, что она не гулящая и извинится. Муня говорит, хорошо, собрал равен людей, выходит Муня и говорит, люди, Роза не гулящая, извините, так же сам и извинился Куцей. Ну, Одесса не везет нам с губернаторами, но не везет категорически. Но авось когда-нибудь придет нормальный человек, когда-нибудь вообще наступит нормальная жизнь в нашем городе, в области, в стране. Хотелось бы дождаться. Все. Редактор субтитров Редактор субтитров